всем привет меня зовут вероника и сегодня я для вас приготовила вот такие вот носочки носочки очень красивые с таким вот интересным рисунком по муску в данных носках вывязан мысочек пяточка носочки вяжутся очень быстро на двух спицах а выглядят очень красиво хорошо сидят на ножке пряжу я использовала alize lana gold classic метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров вязала спицами три с половиной миллиметра прежде чем приступать к работе давайте разберемся с принципом вязания данных носочков данные носки вяжутся из такой вот заготовки они полностью сшивные эти носки но по подошве никаких швов не будет только по контуру нашего носка как я вот говорила мысочек у меня идет с узором данный узор я уже снимала у себя на канале если кого-то заинтересует ссылку оставлю ниже в инфобоксе что касается данной резиночки резинка универсальная и для любого размера взрослых следков набирайте это же количество петель что и я если у вас ножка полная или сильно худая тогда регулируете плюс-минус пару петель если померить в сантиметрах моя резиночка примерно вот шесть половиной сантиметров далее я связала 4 платочные дорожки подъема если посмотреть на готовом следке вот эта резиночка а дальше идет немножко подъема если вам захочется носочки связать повыше вы вяжете именно эту часть больше если вам хочется совсем коротенькие связать тогда резинку можете уменьшить в размерах и эту часть также можем уменьшить в размерах у вас получится совсем коротенькие носочки резинка вместе с платочными дорожками составляет восемь с половиной сантиметров ширина именно по платочным дорожкам примерно 21 с половиной сантиметров резиночка как вы понимаете растягивается поэтому мерить в ширину я ее не буду далее что касается мыска и заужения на пальчики вот этой части ширина моего мыска 10 сантиметров как высчитывать эти петли я показываю видео смотрите надеюсь все будет для вас понятно что касается длины для каждого размера будет разная длина я буду вязать носочки свои на размер 37 если посмотреть по таблице размер стопы в сантиметрах для 37 размера двадцать три с половиной сантиметров вы смотрите эту длину для своего размера ножки далее я от двадцати трех с половиной сантиметров отнимаю 10 процентов на растяжение и у меня получается с округлениями меньшую сторону 21 сантиметр получается у меня вот эта заготовка должна быть 21 сантиметр вы рассчитываете эти сантиметры под свой размер получается у меня моя заготовка от мыска до этой части у меня будет 21 сантиметр заужение на пальчики у меня составляют 6 сантиметров соответственно именно эта часть у меня составляет получается от платочных дорожек до этой белой части 15 сантиметров после того как мы с вами связали вот эту часть все мы с вами начинаем вязать подошву и пяточку подошва и пяточка соответствует нашему муску то есть если у меня здесь было 21 сантиметр то здесь в подошве и в пяточке у меня также будет 21 сантиметр полностью идентичные должны быть две заготовки но так как у меня по муску идет узор а здесь платочные дорожки ориентировалась я не на количество провязанных рядов а на количество сантиметров то есть если у меня здесь 15 сантиметров то и здесь я вязала 15 сантиметров здесь у меня 6 сантиметров и здесь у меня 6 сантиметров мы сок мой получился в ширину 10 сантиметров и также подошва моя в ширину 10 сантиметров надеюсь что принцип вязания данных носочков вам понятен и ясен оставайтесь со мной на канале и посмотрите по петельное вязание данных носков берем пряжу спицы и приступаем к вязанию на две спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я наберу 45 петель набираем на две спицы чтобы край наш был более эластичен после того как мы набрали все петли мы начинаем вязать резинку 11 кромочную первую петлю я снимаю не провязывая на протяжении всего вязания и далее продолжаю вязать 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная и так мы вяжем до конца ряда в самом конце последняя кромочная петля вяжется изнаночный первый ряд у нас идет по изнаночной стороне после того как мы с вами провязали первый ряд получается далее вяжем самостоятельно еще два ряда 1 лицевой 2 изнаночной резинкой 11 все петли как расположены так вы вяжете у меня сейчас провязано три ряда резинки 11 далее мы с вами будем присоединять нить белого цвета фиолетовую нить я не обрезаю мы будем ее просто поднимать по ходу вязания чтобы не образовывалось сильно много кончиков прикладываю нить белого цвета никаких узелков я не делаю первую петлю я вяжу лицевой так как у нас идет смена цвета и далее по рисунку 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая как петли ваши расположены так вы вяжете последняя кромочная петля будет вязаться изнаночной на протяжении всего вязания довязывайте первый ряд до конца самостоятельно таким вот образом я провязала один ряд ниточка белого цвета далее вяжите самостоятельно еще три ряда ниточка белого цвета смотрите я провязала два ряда ниткой белого цвета чтобы сильно больших протяжек не образовывалось у нас вязание я вот перекручу ниточку белую с фиолетовый и у меня фиолетовая нить поднялась на один ряд из сильно больших протяжек не будет образовываться вот так с края перекручиваете ниточки на протяжении всей нашей резинки далее буду довязывать два ряда ниточка белого цвета белым цветом 4 ряда я провязала теперь вот с края поднимаю нить фиолетового цвета и далее буду продолжать вязать нитью фиолетового цвета первая петля при смене цвета будет провязываться лицевой и далее я буду все петли вязать по рисунку как они расположены так я и буду вязать последняя петля будет всегда идти изнаночный и так получается я буду вязать получается мы с вами связали фиолетовую полосу и белую самостоятельно нам надо связать фиолетовую полосу также 4 ряда белую полосу также 4 ряда и также фиолетовую всего у нас с вами получится 1 2 3 4 5 полос если в рядах это 19 рядов резинки 11 встретимся когда привяжем всю резинку я вырезала мою резиночку 19 рядов чередуя ниточку фиолетового и белого цвета в сантиметрах если померить вот примерно моя резиночка 6 сантиметров получилось далее нам надо связать белым цветом 2 платочные дорожки и фиолетовым цветом 2 платочные дорожки поэтому ниточку белого цвета я поднимаю первая петля у нас будет идти лицевой так как у нас идет смена цвета и далее я все петли вяжу лицевыми которые у нас были лицевые петли я вяжу за нижнюю правую стеночку изнаночные за верхнюю правую стеночку вы вяжете так как у вас петли расположены смотрите обязательно чтобы петли не получились перекрученные последняя кромочная петля вяжется изнаночной получается довязывайте белой ниточкой первый ряд и далее три ряда свяжите самостоятельно как в лицевом так и в изнаночном ряду вяжем все петли лицевыми встретимся когда привяжем получается 4 ряда ниточкой белого цвета и у нас должно получиться две платочные дорожки 4 ряда я провязала ниточкой белого цвета и у меня вот получилось 2 платочные дорожки далее нить белого цвета я отрезала она нам больше пока не нужно поднимаю ниточку фиолетового цвета и теперь нам надо и провязать 4 ряда нитью фиолетового цвета первая петля будет идти лицевой так как у нас идет смена цвета и далее вяжу все петли лицевыми последняя кромочная петля вяжется изнаночной получается довязывайте 1 ряда конца и далее самостоятельно еще вяжем 3 ряда как в лицевом так и в изнаночном ряду вяжем все петли лицевыми смотрите все кончики которые на данный момент у нас есть вот два белых и один фиолетовый я спрячу они нам не нужны прячем самостоятельно по изнаночной стороне встретимся когда провяжем 4 ряда ниточка фиолетового цвета я провязала 4 ряда ниточкой фиолетового цвета теперь далее нам надо распределить наше вязание на три части получается боковые части мы с вами должны закрыть петли а серединку продолжить вязать у нас сейчас на спице 45 петель получается если поделить 45 петель на две части это получится 22 с половиной петли одна часть у нас должна идти на середину и вторая часть делиться на две стороны но так как у нас с двух сторон должно быть равное количество петель поэтому на серединку я отдаю двадцать одну петлю а по бокам у меня остается по 12 петель если сложить эти три числа у нас как раз получится 45 петель получается по 12 петель мы с каждого края закрываем а 21 петлю мы будем вязать далее продолжаем вязать ниточкой фиолетового цвета получается первую кромочную петлю я снимаю не провязывая вторую вяжу лицевой и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю закрыли первую петлю теперь 2 лицевая первую набрасываю на вторую и спускаю закрыли вторую петлю и так нам надо закрыть 12 петель регулируете плотность чтобы у нас крайне получился перетянут и у нас должно остаться на спице центральные 21 петля и боковые 12 петель 12 петель я закрыла вот таким вот образом у вас должно выглядеть ваше вязание и далее продолжаю вязать все петли лицевыми переворачиваем вязание и теперь нам с этого края также надо закрыть 12 петель первую кромочную петлю я снимаю вторую провязываю лицевой первую петлю набрасываю на вторую мы с вами закрыли одну петлю провязываю лицевой первую петлю набрасываю на вторую закрыли вторую петлю и так далее вы закрываете все 12 петель и у вас должно на спице остаться только центральные 21 петля после того как вы в изнаночном ряду закрыли вы здесь вот 12 петель мы начинаем вязать наш рисунок начинаем его вязать как раз таки с изнаночной стороны первую петлю я снимаю не провязывая это получается нулевой ряд рисунка далее вяжу 3 лицевые петли 1 изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная и 3 лицевые последняя петля кромочная вяжется 1 изнаночная 1 ряд кромочную петлю я снимаю далее вяжем 3 изнаночные делаем накид 1 лицевая 3 изнаночные делаем накид 1 лицевая 3 изнаночные через condemnation накид 1 лицевая 3 изнаночные накид 1 лицевая 3 изнаночные последняя петля кромочная второй ряд кромочную петлю мы снимаем далее вяжем 3 лицевые 2 изнаночные накиды вяжем за правую верхнюю стеночку 3 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые последняя петля кромочная третий ряд кромочную петлю мы снимаем мы вяжем 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные и кромочная четвертый ряд кромочную снимаем и вяжем 3 лицевые 2 изнаночные и так повторяем 3 лицевые 2 изнаночные и так далее довязываем ряд до конца в конце 3 лицевые и кромочная 5 ряд кромочную петлю я снимаю 3 изнаночные петли вяжем далее нам надо провязать 2 петли вместе с наклоном вправо для этого я 2 петли переверну чтобы у меня правые стеночки лежали сверху и провязываю их 2 вместе одной лицевой петлей далее обратно 3 петли изнаночные следующие 2 петли перевернув и провяжу вместе 1 лицевой 3 изнаночные 2 петли переворачиваю и провязываю вместе одной лицевой 3 изнаночные 2 петли переворачиваю и провязываю 1 лицевой 3 изнаночные последняя кромочная шестой ряд кромочную петлю мы снимаем и вяжем 3 лицевые 1 изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная и так далее до конца мы с вами вывязали 6 рядов и это составляет половина нашего раппорта у нас с вами образуются вот такие вот ажурные капельки далее мы капельки эти должны расположить в шахматном порядке 7 ряд кромочную петлю я снимаю далее вяжу 1 изнаночная накид 1 лицевая 3 изнаночные 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 накид 1 лицевая в конце 1 изнаночная последняя кромочная 8 ряд кромочную петлю я снимаю и вяжем 1 лицевая 2 изнаночные накиды вяжем за правую верхнюю стеночку далее 3 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные 1 лицевая в конце и кромочная 9 ряд кромочную снимаем 1 изнаночная в начале и далее 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 1 изнаночная в конце и кромочная 10 ряд кромочную я снимаю петлю вначале 1 лицевая 2 изнаночных и далее вяжем 3 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные 1 лицевая в конце и кромочная 11 ряд кромочную петлю я снимаю и провязываю 1 изнаночные следующие 2 петли я вижу вместе 1 лицевой за верхней правой стеночки для этого я переверну 2 петли и провяжу их 2 вместе далее 3 изнаночные следующие 2 петли я провяжу вместе также с наклоном вправо переверну две петли и провяжу их 2 вместе далее 3 изнаночные также 2 петли переворачиваю и провязываю 2 вместе 1 лицевой далее 3 изнаночные переворачиваю 2 петли и провязываю 2 вместе 1 лицевой далее 3 изнаночные обратно переворачиваю и провязываю их вместе 1 лицевой конце 1 изнаночная и кромочная 12 последний ряд раппорта кромочную петлю я снимаю вначале 1 лицевая и далее 1 изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная 3 лицевые и так далее в конце 1 изнаночная 1 лицевая и кромочная я провязала один раппорт нашего узора высоту по мыску как вы можете увидеть у нас вот такие вот капельки ажурные идут в шахматном порядке далее получается я продолжаю вывязывать мой мысок до белого цвета у меня вот это вот дали нас оставила три с половиной раппорта получается три полных раппорта а 4 раппорт только 6 рядов получается один рапорт мы с вами вместе вывязали нашего маска далее я буду вязать самостоятельно второй такой же раппорт повторяясь первого не с нулевого а с первого по 12 ряд 3 раппорт такой же свяжу и половина четвертого аэропорта это 6 рядов встретимся когда провяжем полностью наш мысок до белого цвета если допустим ваш рисунок заканчивается не на шестом и не на двенадцатом ряду тогда вы лучше вяжите либо 6 рядов либо 12 а все остальные ряды вяжите платочными дорожками у меня вот мой рисунок закончился 6 рядов я вырезала если вы закроете ваш рисуночек на другом ряду у вас капельки получатся незаконченные я вывезла мой мысок получилось у меня целых три раппорта и половина четвертого раппорта мы с вами получается вывязали вот вот этот весь масочек далее вяжем белую часть убавления петель на мысок ниточку фиолетового цвета я обрежу но так чтобы сшить вот один наш шов этот немного больше чем обычно и и и не прячем далее я присоединяю ниточку белого цвета и также с этого края кончик оставляю немного побольше чтобы сшить один край нашего муска первую петлю я вяжу лицевой так как у нас идет смена цвета получается вторую и третью петлю я провязываю одной лицевой за верхние правые стеночки далее вяжу все петли лицевыми не довязывая до конца ряда 3 петли у меня на спице осталось 3 петли я первую вторую петлю также провязываю 2 вместе одной лицевой петлей за верхние правые стеночки последнюю петлю вяжу изнаночный переворачиваем вязание на изнаночную сторону первую петлю я снимаю не провязывая и далее все петли я вяжу лицевыми последняя петля вяжется изнаночный ниточку здесь подтягиваете чтоб никаких протяжек у нас не образовывалась в уголочке и таким образом вы убавляете петли пока у вас на спице не получится 9 петель получается убавляете петли в каждом лицевом ряду по 2 петли первую петлю снимаете затем две петли вместе провязываете за верхние правые стеночки с наклоном вправо далее вяжите все петли лицевыми до 3 петель в конце ряда первую вторую петлю я провязываю одной лицевой за верхние правые стеночки последняя петля всегда вяжется изнаночной в изнаночном ряду все петли за исключением кромочных вяжутся лицевыми и так вы вяжете пока на спице у вас не останется 9 петель я убавила все необходимые петли и у меня сейчас на спице 9 петель находится далее мы должны все петли добрать которые мы убавили получается добираем петли до 21 петли первую кромочную петлю я снимаю не провязывая далее делаю накид и все петли вяжу лицевыми не довязывая одной петли до конца ряда у меня остается одна петля на спице я также делаю накид последнюю петлю вяжу изнаночный 2 изнаночный ряд первую петлю я снимаю далее вот у меня идет накид я его вижу лицевой скрещенной за заднюю короткую стеночку далее все петли вяжу лицевыми до 2 накида вот обратно у меня идет накид я вот за заднюю короткую стеночку вяжу лицевой скрещенной последняя кромочная вяжется изнаночной петлей и так мы с вами добираем петли в каждом лицевом ряду вы сразу после первой петли делаете накид и перед последней петлей делаете накид изнаночные ряды вяжите все петли лицевыми накиды все лицевой скрещенной получается так мы добираем петли пока у меня на спице не получится 21 петля давайте еще раз покажу первую кромочную снимаю далее накид все петли вяжем лицевыми не довязывая одной петли до конца ряда в конце 1 петля остается делаю накид и кромочная кромочную снимаю накид провязываю лицевой скрещенной далее все петли вяжу лицевыми обратно накид провязываю лицевой скрещенной последняя кромочная вяжется изнаночной и так продолжаете вязать пока у нас на спицах не получится 21 петля вот я вывязала пока у меня на спице не получилось 21 петля если померить сантиметрах эту заготовку вот ширину она 5 сантиметров высоту 6 сантиметров и того мой мысочек примерно вот 21 сантиметр получился общая заготовочка 29 сантиметров далее когда мы с вами провязали вот эту белую часть мазка мы начинаем вязать подошву подошва у меня идет платочными дорожками вот эту ниточку белую я обрезаю кончик прячу по изнаночной стороне самостоятельно прикладываем просто ниточку никаких узелков ничего мы не делаем первую петлю так как у нас идет смена цвета я провязываю лицевой и далее я вижу все петли лицевыми последняя кромочная петля вяжется изнаночной переворачиваем вязание на изнаночную сторону и также мы вяжем первую петлю мы снимаем и далее все петли вяжем лицевыми последняя кромочная петля вяжется изнаночной получается кончики которые у нас находятся вот с этого края 1 белый 2 фиолетовый я сразу буду прятать по изнаночной стороне они нам не нужны и далее я подошву буду вязать платочными дорожками как с лицевой так и с изнаночной стороны все петли вяжутся лицевыми так как вот подошву мы будем вязать платочными дорожками а мысок мы вязали изнаночной глазью поэтому количество рядов у нас с вами не совпадет вы вяжете подошву столько сантиметров сколько ваш мысок чтоб эти две части были равны и по высоте получается я буду вязать сейчас подошву платочными дорожками 15 сантиметров это у меня получится 28 платочных дорожек одну платочную дорожку мы с вами уже связали все петли вяжем лицевыми встретимся когда вы вяжем полностью всю подошву я вывязала мою подошву у меня получилось 28 платочных дорожек если померить в сантиметров ширину моя полоса 10 сантиметров высоту 15 сантиметров так же как наши масочек после всего что мы связали нам осталось связать точно такую же заготовку далее на пяточку получается ниточку я обрезала кончик спрячем самостоятельно по изнаночной стороне далее получается присоединяем ниточку белого цвета немного длиннее кончик оставляем чем обычно чтобы этим кончиком также сшить один шов и далее первую петлю я вяжу лицевой так как у меня идет смена цвета и так же как и в маске мы сначала убавляем петли а потом их будем прибавлять получается вторую третью петлю я провязываю 2 вместе одной лицевой петлей и далее я вяжу все петли лицевыми не довязывая три петли до конца ряда получается мысок как и подошва мы вяжем платочными дорожками у меня на спице осталось три петли я вот первую вторую петлю провязываю вместе одной лицевой за правые верхние стеночки последнюю петлю провязываю изнаночной переворачиваю вязание на изнаночную сторону первую петлю я снимаю и далее вяжу все петли лицевыми последняя петля будет кромочная вяжется она изнаночной петлей первую петлю снимаем не провязывая вторую и третью петлю я провязываю лицевой за верхние правые стеночки и далее вяжу все петли лицевыми не довязывая 3 петли до конца ряда в конце у меня остается 3 петли я первую вторую петлю провязываю лицевой последнюю петлю кромочная вяжется изнаночной следующем изнаночном ряду вяжем все петли лицевыми и так далее мы в каждом лицевом ряду убавляем по 2 петли изнаночные ряды вяжем без убавления просто лицевыми петлями убавляем до тех пор пока у нас на спице не получится 9 петель так же как мы с вами вязали мысок я вывязала мою пяточку пока у меня на спице не получилось 9 петель теперь все петли которые мы с вами убавили мы их будем добавлять первую петлю я снимаю не провязывая далее делаю накид и вяжу все петли не довязывая одной петли лицевыми мне остается одна петля на спице я делаю накид и провязываю ее изнаночный второй изнаночный ряд первую кромочную петлю я снимаю далее накид у меня идет я его вяжу лицевой скрещенной и далее все петли лицевыми до накида далее у меня идет накид я его провязываю лицевой скрещенной кромочную петлю вяжем изнаночной и так мы добавляем петли до того пока у нас не получится вот наша 21 петля получается следующий ряд кромочную петлю я снимаю делаю накид и вяжу все петли лицевыми не довязывая одну петлю до конца ряда у меня остается одна петля на спице я делаю накид и провязываю ее изнаночный в изнаночном следующем ряду я все петли вяжу лицевыми накид и провязываю лицевой скрещенной мы добавляем в каждом лицевом ряду по два накида я добавила все петли пока у меня на спице не получилось 21 петля все заготовочку всю мы с вами связали теперь осталось только закрыть петли и сшить носочек первую петлю я снимаю не провязывая далее вижу одна лицевая первую петлю набрасываю на вторую 1 лицевая первую петлю набрасываю на вторую 1 лицевая первую петлю набрасываю на вторую и так мы закрываем все петли пока у нас ни о спице не останется одна открытая петля край сильно не стягивайте я закрыла все петли у меня осталось одна открытая петля обрезаем кончик чуть чуть длиннее чем обычно чтобы сшить вот этот край продеваем кончик в петлю и затягиваем наша заготовочка для носочка полностью готова вот таким вот образом она у нас выглядит смотрите вот эта деталь и 2 эта деталь они должны быть одинаковые получается одна деталь у меня 21 сантиметр и также вторая деталь у меня 21 сантиметр все кончики которые мне не нужны я спрятала по изнаночной стороне осталось получается вот два кончика и вот здесь вот два кончика 4 кончика после того как мы с вами закрыли петли у нас вот такой вот край ровненький аккуратный получился далее я взяла иголку с широким ушком и сейчас мы будем с вами сшивать вот этот шов ниточку я брала которую мы оставляли прикладываю две вот эти детали друг к другу и теперь я протяну ниточку в самую серединку за кромочные дужки я вот так вот протяну ниточку в самый центр нашего маска и теперь смотрите каким образом мы будем сшивать мысок сшиваем не за кромочные петли а дужки которые находятся сразу за кромочными петлями у нас здесь по маску с одной стороны шесть платочных дорожек и с другой стороны 6 платочных дорожек получается вводим спицу в шестую платочную дорожку 1 2 3 4 5 6 вот у нас 6 платочная дорожка дужка от платочной дорожки иголочку вводим снизу вверх с одной стороны ищем с этой стороны также шестую дорожку иголку вводим снизу вверх и сшиваем таким образом сейчас вводим спицу в пятую платочную дорожку в дужку которая находится сразу за кромочной косичкой с одной стороны и также со второй стороны теперь в четвертую платочную дорожку с одной стороны и со второй стороны и так мы сшиваем до самого конца белой части после этого как мы сшили полностью весь шов такой вот ровненький аккуратный шевчик у нас получился с изнанки он выглядит вот таким вот образом далее мы ниточку закрепляем по изнаночной стороне и обрезаем больше нам это ниточка не нужно в иголочку сделай нитку белого цвета и теперь вдеваю мою иголочку смотрите чтобы дырочки вот здесь вот не образовывались я вдеваю вот сюда и теперь будем сшивать эту сторону таким же образом как мы сшивали первую нашу сторону вводим иголку шестую платочную дорожку снизу вверх и выводим ищем с этой стороны также шестую платочную дорожку вводим задушку которая находится сразу за кромочной косичкой снизу вверх теперь вот в пятую платочную дорожку задушку которая находится сразу после кромочной косички снизу вверх и таким образом вышиваете полностью до конца белой части и прячете кончики белые нити по изнаночной стороне мы с вами сшили эту часть которая идет заужение на пальчики теперь нам надо сшить вот первый шов и второй шов по иску я беру ниточку которую мы оставляли фиолетового цвета и и вот уже в дело иголку в ней и таким же образом как мы сшивали белую нашу часть мы будем сшивать мысок только смотрите здесь у нас идут платочные дорожки здесь у нас идет узор количество кромочных петель не совпадает с одной со второй стороны но по размерам эти две части у нас одинаковые поэтому ориентируйтесь не на кромочные петли не на дорожке а просто смотрите чтобы у нас этот шов был равномерный там где идут платочные дорожки мы будем сшивать задушку от платочной дорожки вводим иголочку снизу вверх там где идет узор сразу за кромочной нашей косичкой вводим в дужки получается здесь от изнаночной глади снизу вверх иголочку вводим снизу вверх ввожу иголочку с одной стороны и со второй стороны с одной стороны и так далее вышиваете этот шов до конца получается здесь вышиваете до белой части а с этой стороны до платочных дорожек только постоянно проверяйте чтобы полотно у нас сшивалась равномерно встретимся когда сошьем полностью этот шов вот я сшила один край мыска вот таким вот образом у вас должно выглядеть ваше вязание далее мы этот край подтянем чтобы ничего не стягивала наш носочек и далее закрепим ниточку по изнаночной стороне самостоятельно далее таким же образом как мы сшивали первую нашу страну мыска мы будем сшивать вторую сторону мыска берем ниточку фиолетового цвета кончика у нас здесь нету вводим вот в серединку самую и здесь таким же образом вводим иголочку за петли которые находятся сразу после кромочной косички с одной стороны снизу вверх и также с другой стороны снизу вверх с одной стороны иголочку вводим снизу вверх и также вводим с другой стороны как мы помним количество кромочных петель также у нас не совпадает поэтому при сшите данного шва ориентироваться надо не на количество кромочных петель и дороже а просто чтобы шов был равномерный так как две детали у нас равной длины мы с вами сшили полностью наш мысок после того как сошьете вторую сторону разровняете так чтобы ниточка не стягивала мосок далее кончик по изнаночной стороне прячется и у нас сейчас на данный момент осталось два кончика которых мы оставляли белого цвет нам с вами осталось сшить пяточку и вот этот вот подъем с резиночкой далее взеваем белую нить в углу ту которую мы с вами оставляли и теперь таким же образом вот нам пополам слаживаем пяточку продену я самый-самый кончик за кромочные петли и теперь таким же образом как мы сшивали все швы я буду сшивать ввожу иголочку в шестую мою платочную дорожку задушку которая находится сразу за кромочной косичкой с одной стороны и сразу же со второй стороны в шестую платочную дорожку далее в пятую платочную дорожку с одной стороны и со второй стороны теперь в четвертую платочную дорожку с одной стороны и также со второй стороны в четвертую платочную дорожку и так мы сшиваем до конца нашего белого цвета далее также кончик закрепим по изнаночной стороне и обрежем с одной стороны и я сшила вот таким вот образом у меня выглядит моя пяточка теперь делаем такой же шов с другой стороны также я продену нашу рабочую нить в самую-самую серединку и теперь сшиваем таким же образом вводим иголочку в шестую платочную дорожку за дужку который находится сразу за кромочной косичкой с одной стороны и также здесь ищем шестую платочную дорожку и вводим иголочку снизу вверх с другой стороны и так далее дошиваете весь шов до конца белого цвета нитку выводим на изнаночную сторону закрепим по изнанке и обрежем вот я сшила пяточку такая пяточка у нас с вами получилось и далее нам осталось сшить вот этот подъем и резиночку для начала мы к пяточки присоединим наше полотно с одной и со второй стороны и получается одна заготовка будет присоединяться на одну половину пяточки вторая заготовка будет присоединяться ко второй половине вставила я уже нить фиолетового цвета в иглу вводим ее в самую серединку начала пяточки также кончики никакие не закрепляем и вот именно пяточку будем сшивать другим швом вводим иголочку снизу вверх и уже будем сшивать за кромочные наши косички подхватываем одну дужку кромочной косички с одной стороны и также с другой стороны подхватываем одну дужку кромочной косички далее также к за одну дужку одной стороны и также со второй стороны с одной стороны со второй стороны и так вы пришиваете к пятке вот этот подъем только смотрите чтоб это была половина нашей пяточки мы пришили одну сторону к пяточки теперь вот прикладываем вторую сторону и этой же ниточкой вот вводим самый самый уголочек с одной стороны и далее продолжаем пришивать столько уже другую сторону к пяточки с одной стороны и с другой и у вас должно получиться одну сторону мы с вами пришили и далее до самого конца мы с вами дошьем этот шов далее ниточку закрепим на изнаночной стороне и обрежем пяточку мы с вами пришили вот такой вот аккуратный шов у нас с вами получился на данный момент выглядит носочек вот таким вот образом и далее обратно вздеваем в иголку нитку фиолетового цвета вводим вот в самый самую серединку кончики никакие не закрепляем и таким же образом сшиваем последний наш шовчик получается вводим иголочку задушку от платочной дорожки с одной стороны и также со второй стороны иголочку снизу вверх вводим с одной стороны и также со второй белую часть также мы сшиваем с одной стороны этой же ниточкой и со второй далее где у нас идет резиночка сшиваем таким же образом только вводим уже не задушки от платочной дорожки а сразу за кромочной косичкой вот это дужки от изнаночной дорожки с одной стороны и также со второй стороны с одной стороны и со второй стороны получается сшивается таким же швом как мы сшивали основное наше полотно за исключением вот когда мы пришивали полотно к пяточки только здесь смотрите чтобы полосы наши сходились вот белая с белой фиолетовой с фиолетовой сшиваете до самого конца после того как вы сшили шов ниточку так потяните чтобы ничего не стягивало нашу резиночку затем ниточку прячете по изнаночной стороне самостоятельно мы с вами сшили данный носочек вот таким вот образом он у нас выглядит на ноге он выглядит намного лучше если вам понравилось данная модель поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь а мы с вами встретимся в новом видео всем спасибо за просмотр всем пока пока и